Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Постараюсь выстроить свои мысли правильно. Ну, а бывает, что вы неправильно выстраиваете свои мысли? Как вы это понимаете? Это я к чему? Это я к тому, что, если вы считаете, например, если вы считаете, что выстраиваете свои мысли неправильно, то есть вероятность, вот, что вы себя обесцениваете. А депрессия, о которой вы говорите, это в первую очередь обесценивающая тенденция, обесценивающая, как бы, ну, саму себя. Вот. Поэтому я и хотел обратить ваше внимание в первую очередь на это. То есть, если вы себя обесцениваете, если вы это делаете достаточно сильно, к тому же, вот, то, на мой взгляд, ваша задача заключается в первую очередь в том, чтобы, ну, потихонечку отходить от этого. То есть, вы заменчать и подвергать критике обесценивающей тенденции, которая у вас есть. В частности, вы не можете формировать свои мысли неправильно. Да, вы выформируете их так, как вам удобно, вы формируете их так, как вы умеете, вы формируете их так, как у вас получается, и, в принципе, все. На это. Вот. Да, есть люди, которые вас, там, грубо говоря, ну, могут, могут понять, да, есть люди, которые не хотят вас понимать. Это правда? Это правда. Вот. Это правда. Есть такие люди, к сожалению, которые хотят вас понять, есть люди, которые не хотят вас понимать, по большому счету. Вот. Но это ни на что не влияет. То есть, ну, это как бы естественно для всех людей, да, что вот кто-то хочет ну, там, условно говоря, пониматься, да, другого человека, кто-то нет. Вот. Это абсолютно нормально, и вот я бы не как-то, ну, не циклился бы на этом, на том, что вот кто-то может вас не понять. Но то, что вы сами обесцениваете себя, это довольно серьезный момент. Примерно год-два я страдала от депрессии полностью на самом себе, не давали волю чувствам, эмоции меня все раздражало, будто была черствой, как сухарь, или же по-простому перегорела. Депрессия является диагнозом. Диагноз ставится врачом, психиатром, либо клиническим психологом, соответственно, непонятно, ставили ли диагноз вам. Я старался выйти из этого состояния, и все попытки венчались провялом. А как? Как вы старались из этого состояния выйти? Сидя дома, размышляя о своей гаджи в голове, я поняла, что это не лучший пыль найти себя. И я начала общаться с людьми, выезжала куда-то с дома, не оставалась одна с собой, и немного начала отвлекаться. А до этого какие попытки вы предпринимали? Вот вы пишите, что я поняла, что это не лучший путь найти себя. Так вы получается себя потеряли. То есть вы чем-то занимались, перегорели и потеряли себя. Если вы перегорели, то у вас есть проблемы личных границ. Перегореть можно от чего угодно, это не зависит от того, обрели вы себя или потеряли. Это зависит от личных границ. То есть от того, насколько вы отграничиваете себя от дела, которым вы занимаетесь. Попадалось множество ухажеров, которые проявляли знак внимания, но не было до них дела. Обратите внимание, что как-то сразу вы приходите на ухажеров. Интересно, чем связано то, что вы так застряете на них внимание, на ухажерах. Так, значит, у меня не было до них дела, что они испытывают ко мне на то, что они от меня хотят. Ну, судя по тому, что вы говорите, это заметили. Раз вы это заметили, значит, какое-то дело все-таки есть. И вот тут появился он харизматичный, умен, понимал меня с пары слов, как будто бы был моей заблудившейся половинкой души. И вот здесь очень важный момент. Ни один человек не может быть чьей-то заблудившейся половинкой души. начнем с того, что вообще как бы что такое душа, да, и как она может быть разделена наполовинку, вот. То есть, но это вот то, что вы говорите, это по сути проекция, то есть перенос на человека того, какой вы хотите себя видеть, по большому щеплю. Вот такой вы хотите себя видеть, судя по ну, судя по всему, вот. Такой, именно такой вы хотите себя видеть. Понимаете, да? Какая штука штука вот очень важно что чтобы на это конкретно мы обратили свое внимание. то называй его харизматичным, умным, понимающим вас значит с полуслова. Вот. Называя все это вы говорите о том чего хотите для себя. Нравится вам это или нет? То есть вряд ли вы видели личность мужчины там изначально. Ну, вот не обязательно, но вряд ли вы видели его лично. Вы сами как бы говорите, говорите, что вам было не до кого. И это правда, я вам верю, я верю в то, что вам действительно было не до кого. я в это верю, правда? Вот. Только подумайте сами, что изменилось. Почему вот было не до кого, не до кого, а появился он, который хоп, и все. Это не просто так произошло. Дальше, значит, с этим молодым человеком познакомились в соцсетях, тем более, тем более, дистанционно. Общение складывалось дистанционно, что идеализация. Идеализация. В общении по сети, да, очень вот очень легко в общении по сети. идеализировать человека, то есть наполнить, наполнить образ своим, чем-то. Ну, по сути. как мне кажется, очень хорошо с этой задачей справились. Вот. Очень хорошо вы наполнили образ человека своими своими потребностями, своими желаниями. Вот. И так далее. Оно и понятно, потому что вы нуждались. вопрос в другом. Замечали ли вы то, в чем вы нуждаетесь? Замечаете точнее ли вы то, в чем вы нуждаетесь? Дальше. Два месяца общались, готовились к встрече, а чего к ней готовиться? И, знаете, я начинал понимать, что влюбляюсь, что мог подумать, что какой-то простой человек разбудит во мне живые чувства за пару недель. Ну, во-первых, человек, суть по всему, непростой, вы назвали его харизматичным умным, это первое. Но, второе, здесь какое-то обесценивание чувствуется, то есть, ну, обесценивание человека, простой человек, что есть простой человек, что есть непростой. Дальше, вы говорите, значит, разбудит во мне живые чувства за пару недель. Да, чувства появляются и быстрее. Дело не в этом. Дело в том, что это за чувство. В один прекрасный день он не был, он был не таким, как всегда, общение наше пошло ко дну. Он был не такой, как всегда, общение наше пошло ко дну пищевой. То есть, общение зависело от него только. Я была на работе, заметил от него смс, я хочу тебе кое-что сказать, нам нужно прекратить общение, я пришел к тому, что хочу. Хочу быть один, не хочу кого-то купить, простей, что так все получилось. Я дал тебе надежду, искренне не хотел так поступать, но по-другому никак. Не вини себя, делай исключительно во мне. Я не хочу врать, ты хорошая девушка, обязательно найдешь себе парня, только не пускай силы от всей девушки. Я пытался себя как-то переделать, чтобы дать тебе то, что ты хочешь, но не могу сделать это против самого себя. Питать иллюзиями подавно не хочу. Ну окей, человек решил так сделать, ну вот, понял, что не тянет, и, и, на мой вопрос, ты хоть что-нибудь почувствовал ко мне в наш период общения? Вот, обратите внимание, вам важно, чувствовали что-то к вам, человек, а не то, что чувствовали вы. То есть, тенденция продолжается, и как вы наполняете образ человека своими чувствами, так и здесь вы хотите что-то чувствовать по отношению к себе через другого. Я сформулирую вопрос иначе. Почему важно чувствовать он что-то или нет? Чем это важно? Вы пишете множество вопросов и так мало ответов. А что за вопросы? Большинство вопросов продиктованы тем, что человек просто не слышит себя. Когда человек себя слышит, вопросов как бы становится гораздо меньше. идя на работу, я ненавижу ее, все отрицательное, я считал на ней, это перенос ответственности, жертвенная позиция, вот, вам здесь нужно научиться брать личную ответственность за то, что происходит в вашей жизни, вот, и вместе с тем посмотреть на то, что для меня работает. Я только начала из этого состояния выходить, как снова начинаю оказываться там, я боюсь стать той, которой не хотела быть, не знаю, что я хочу услышать. Чтобы не быть той, которой вы не хотите быть, да, повторюсь, нужно учиться себя слышать. Когда вы используете людей как костыли, ну, ничего хорошего из этого не получалось. Возможно, мужчина это и почувствовал, что он для вас костыль. Вот, ну, и если у вас есть подозрение на депрессию, то к врачу обратитесь, он вам диагностирует, лечение назначится. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. до сих пор.